Вот, я думала, бабник это вот такой. И я решила, что у меня никогда не может быть такого предателя, как этот. У меня не будет. Поэтому я выбрала себе мужа, который не танцевал, не приплясывал, не пел, не играл, кроме как в шахматы и ни во что не играл. И который тоже не обнимал и не прикасался. И его надо было спрашивать, можно ли тебя обнять, или можно ли тебя взять за руку. Но мой муж тоже вырос без отца. Его отец умер во время войны, в голод. И его сняли с поезда, как мертвецов. И где-то похоронили, они даже не знают на какой станции. Поэтому я себе выбрала такого, который тоже без отцовщины практически. И который был не как мой папа, а точно как моя мама. Который не обнимал, не гладил, не так далее и не тому подобное. Ну и там дальше это все еще на моих детях сказалось. Вот такие истории. Это нарушение первого закона. Или, когда, например, мы какой-то, кто-то из наших родственников, ну, какого-то асоциального поведения, например, что-то украл, мне был судим, или состоял на учете в психдиспансере, о таком не хотели помнить. Моя мама не хотела помнить о своей матери, которая уходила из их семьи с шести лет моей мамы. Возможно, она тоже искала свою маму, которая куда-то сгинула в революцию. Поэтому все вот это сказалось и на поведении моей мамы тоже. Она никогда не простила свою мать. У нас не было ни одной фотографии. О ней не говорили. О ней не помнили. Вот это называется исключением из памяти. И это тоже повлияло на жизнь моей матери. А в 85 лет она ушла из жизни, моя мама, не простив свою, и не приняв. Такие истории бывают. И это сказывается потом, если не на мне, то на внуков моей матери, на моих детям. Вот это нарушение первого закона, как может быть. Второй закон называется закон священного порядка. Он о чем? Тот, кто приходит в систему раньше, имеет преимущество или приоритет перед теми, кто приходит в систему позже. Кто приходит раньше? Родители наши раньше, правда? Или бабушки, дедушки наши раньше приходят в систему, чем мы. Поэтому какие же у них приоритеты? Они имеют право вмешиваться в дела младших, кто пришел позже, а дети не имеют права вмешиваться в дела родителей или бабушек и дедушек. А хочется? Да, хочется. Детям все время хочется немножко улучшить, улучшить или папу, или маму. И иногда они говорят своей маме, что ты терпишь этого чудотворца, который с тобой? Гони его. То он там тебя бьет или тебя унижает. Чего ты терпишь? Это очень сильное вмешательство. Это не дело детей. Это их восприятие такое, что эти два человека не подходят друг к другу. Это им кажется, что один унижает другого. Но если люди живут по 25, по 30 лет, значит, между ними больше плюсов. Они дают друг другу что-то большее, чем там минусов, чем унижают или оскорбляют, или что-то там, как кажется, детям. И дети не имеют права вмешиваться. Если такие законы нарушаются, то за это кто-то должен отвечать. А как это происходит? Что значит отвечать? У таких детей, таких семей, где происходят нарушения, личная жизнь, как правило, не удается. Потому что как энергия течет из поколения в поколение? Значит, оттуда родители наши сзади нас, за родителями стоят их родители, ну и так далее. И вот если мама встретила папу, и они вот стали парой, то за мамой пришла целая компания большая, да? Бабушки, дедушки по линии, потом все по линии бабушек, по линии дедушек, все они тут, со стороны мамы. И со стороны папы такая же история. И вот они теперь, если они родят общих детей, то у них уже они связаны по крови друг с другом, по крови, которая в их ребенке. И вот это вся компания. И они не имеют... Да, и энергия течет оттуда, из тех поколений, каких-то там дальних-дальних, вот к нам. Вот, ну, например, к нашим родителям, папа и мама. У этих родителей мы появились, мы вот здесь впереди стоим. И вот все вот то, что накопилось в этих предыдущих поколениях, хорошее и плохое, все через родителей, как через передаточное звено, приходит к нам, к детям. Если мы от родителей берем всю эту энергию, то нам есть чем поделиться с партнером и с нашими детьми. Если у нас наша энергия направлена на то, чтобы переделывать своих родителей, то, значит, мы стоим вот так, не так, как надо, а вот сюда. И часть нашей энергии, большая часть, идет на то, чтобы критиковать или улучшать жизнь наших родителей. Иногда дети так любят своих родителей, что они подсознательно могут кого-то замещать родителям. Ну, например, дочка может замещать отцу его первую любовь, с которой у него там не состоялись отношения. Или первую жену может замещать, если отец жена на матери второй раз. Может замещать матери, мать, девочка. Если мальчик, то может замещать матери первого партнера, который у нее, может быть, был до встречи с отцом. Или замещать матери отца, кого-то замещать. Так бывает, так случается из-за большой любви детей к родителям. Но это тоже нарушение вот этого священного порядка. Все должно идти, энергия должна течь оттуда, издалека, и вот так все вперед. Понимаете, да? И это такие нарушения. И еще вы здесь увидите, какие бывают. Второго закона развития систем. И есть третий закон. Все, что мы делаем, все наши поступки влияют на наше окружение, нашего рода. Но все поступки членов нашего рода влияют на нас. Но чем дальше покорение от нас, тем меньше уже влияние. То есть наиболее влиятельными становятся бабушки, дедушки, мамы, папы. Но иногда, если там было что-то тяжелое, войны, расстрелы, революции, какие-то там перетурбации в стране, то иногда и до седьмого поколения на нашу нынешнюю жизнь влияет поведение людей до седьмого поколения. Такая история. Но влиять-то влияют все поступки, но каждый должен отвечать за последствия своих поступков сам. Не нужно нести за родителей ни чувство вины, ни чувство стыда, ни какие-то другие чувства, агрессии, например, или желание отомстить за кого-то. Это вот агрессия. Это не нужно ни за кого нести. Только каждый отвечает за себя. А дети, любя родителей, несут за родителей многое. И от этого у них личная жизнь не складывается. Или, например, они принимают решение. Мама, например, рассказывает, что очень тяжелые роды были. Или вот пока я тебя рожала. И ребенок думает, да, мне лучше не рожать, потому что это тяжеловато. Или мать говорит, если бы не вы, ну, детям, то я бы давно разошлась с вашим отцом. И у таких детей вряд ли будет желание создавать свои семьи. Потому что оказывается, вот мать мучается всю жизнь из-за меня. И я не хочу, чтобы мои дети тоже мучились когда-нибудь. Понимаете, да? Я вам привожу такие примеры, которые, ну, вот, вы знаете и в жизни много. Бывают и такие ситуации, которые для меня, пока я не занималась этим вопросом, они для меня были странными. Например, что было очень странным вот нарушение этих законов. у одной женщины был, она полюбила молодого человека. Но она была из Дагестана. И он тоже, я не помню, а он был русский. Он был врач, она там что-то молодая, там была лет ей 18. и он в том месте, где жила семья этой девушки, он там был врачом. Он в нее влюбился и она в него влюбилась. Но в Дагестане порядки строгие, там распоряжаются мужчины. Поэтому они ему сказали, если вы любите друг друга, братья ее и отец сказали, если вы любите друг друга, то ты давай женись. Он сказал, хорошо, я там поеду, откуда он был родом, поеду там, как бы уважу дела и приеду женюсь. И тут они узнают, что у него там есть жена и ребенок. А тут он два года за ней ухаживал и не говорил ей об этом. Ей запретили, конечно, за него выходить замуж и вообще с ним общаться. Через некоторое время она вышла замуж у другого человека и родила от него трех детей. Но все время у нее было ощущение, что она родила не от этого мужчины, а от первой любви своей. И она никак не могла с этим примириться. А ее муж, который ее любил, и детки любили своего отца, ее мужа, они тоже не могли понять, что там в доме не так. И когда она сделала расстановку, то вот это выяснилось. Для меня казалось, что это нонсен, ну как же так, живешь с этим человеком, а думаю, что родила от другого. Но таких расстановок теперь у меня уже много. некоторые влюбляются в артиста, которого видят на экране телевизора и думают, выходят замуж за мужчину нормального, не артиста, а какого там инженера или шофера, а думают, что родили от того, которого они влюбились, а в 16 лет увидели его на экране. Дело в том, что все первые любови, они очень яркие, потому что у нас еще неподавленные чувства. И все, что первое, это запоминается, это вот где-то здесь все время живет от яркости того, что было. А за первые любови редко кто выходит замуж или женится. По разным причинам. То там армия у кого-то, то уехал учиться в какое-то другое место, и отношения прерываются и выходят замуж у других людей или женятся на других женщинах. Но вот эта первая любовь, если с ней она по-хорошему не завершена, и не только первая, первая это самая сильная, но если предыдущие отношения вообще не завершены по-хорошему, то следующие либо не будут длительными и прочными, либо их вообще отношения этих может не быть, или будут вот такие метаморфозы, как я вам сказала, рожаешь от одного, а ощущаешь все время другого, потому что он здесь живет. Почему нам надо завершать предыдущие отношения? Мы думаем, что если мы наши отношения привели к тому, что мы расстались, то этого достаточно. Нет. По-хорошему завершить это, поблагодарить и с уважением отнестись к тому человеку, с которым мы были в отношении. Хоть сколько-то. Полгода, год, два года. Некоторые прожили в первом браке 10 лет. Потом разводятся. И у них остаются обиды на этого человека. Особенно если есть дети. Или не они